Друзья, всем привет! Мы на Warface Open Cup закончились соревнования. У Warface Open Cup чемпионы, победители, а у нас магистр Йода на интервью, на традиционном интервью. И мы уже с тобой так много общались, что я даже не знаю, что у тебя спрашивать. Как дела вообще? Что дела? Несмотря на результат? Да, результат, конечно, огорчил немножко, но надо уметь проигрывать. Все нормально. Хотелось, конечно, выиграть, но АГ были сильнее немного в этот раз. Вы хорошо потренировались или вы нахалтурили в тренировках и закономерный результат? Скажу честно, то что с тренировками было трудно. Может где-то неделю до турнира мы плохо тренировались, потому что мы были в Армавире, на буткемпе, и там за неделю, или сколько мы там, ну вот, не важно, вот были неделю там, и мы играли всего лишь два раза. Вот что это за буткемпы такие? Тогда это не буткемп, а типа отпуск? Ну да, это был, скорее всего, отдых, так сказать. И это сказалось о нашей игре, и, ну, сами виноваты. Теперь не надо на буткемпы ездить, тренируйтесь из дома и езжайте играть на ВА. Ну просто несерьезно с лиц к турниру, и этим же расплатились. Ну, как ты считаешь, это полезный пинок вам, так сказать, чтобы вы на следующем ивенте снова заиграли, как команда того уровня, когда вы чемпионские места брали, и брали, и брали несколько раз подряд? Да, это толчок, так сказать, нельзя выиграть всегда, то есть всегда, ну, ты можешь проиграть, поэтому нужно быть к этому готовым. А это в какой-то степени стимул больше тренироваться и усерднее относиться к этому всему серьезно. А как тебе этот чемпионат с точки зрения организации? Ну, я насколько знаю, то что организация сейчас турнира изменилась просто невероятно, в плане, ну, новые люди пришли, новые лица, и, ну, она улучшилась, это мое мнение, потому что сейчас все более, как-то сказать, все четко, я возьму слово. Четенько, четенько, через О, да? Да, да, четко. Отлично. Хорошо, какие планы на послетурнирные, долго ли вы задержитесь в Москве, чем будете заниматься? Ну, хотелось бы, конечно, подольше быть здесь, но завтра улетаем уже, все разлетаемся. После турнира, ну, лето, скорее всего, хотя бы немножко отдохнуть, там, на моря или что-то еще, ну, это лично мое. Хочу завязать на, хотя бы на место какое-то, так сказать, ну, просто уйти с компьютера и где-то гулять, потому что уже голова от него болит, не выдерживают и нервы, и все. Хочу развеяться, так сказать. И как ты будешь это делать? Уедешь куда-то, там, может быть, отдыхать? Ну, отдыхать, скорее всего, я летом не буду ехать, я, может, в сентябре или в августе, в конце августа поеду отдыхать, а просто ходить с друзьями гулять, там, не знаю, на улицу выходить чаще, потому что, не знаю, моих школьников, они вот приедут, одну недельку отдохнут, и давайте тренироваться, как обычно. Ну, а смысл не вижу, за 34 месяца до начала следующего турнира тренироваться, в этой игре смысла нет, нужно начинать тренироваться, там, за месяц какой-то, и все. А это все время нужно отдыхать от игры, потому что, как бы, я ее не любил, в Warface, но она очень сильно надоедает, когда все время в нее играть, поэтому я буду отдыхать. Понятно. Ну что ж, тоже хорошее решение, чтобы разгрузить мозги, перезагрузиться, и потом с новыми силами в новый сезон. Я вообще не знаю, что у тебя спрашивать, потому что мы каждый раз общаемся, давай переформатируемся, ты будешь брать у меня интервью, и я тебе буду рассказывать. Ну, давайте. Давай, спрашивай, на тебе микрофон. Так, с нами Good Game, и я задам вопрос, как ваши дела? Наши дела отлично, мы берем интервью у классного игрока, который решил подзабить на тренировке. Вот, ну, в общем, все хорошо, да. А что это за классный игрок, что вы можете о нем рассказать? Игрок, который выступает под никнеймом «Магистр Йода», у него очень, он очень классно мочит врагов, хэдшотит и так далее. В общем, ты сегодня, кстати, в игре божил, мне понравилось. Вот, несмотря на то, что вы проиграли. А вот, что я еще знаю, что я много про тебя знаю, ты постоянно в офисе Crytek зависаешь. Мои ребята, люблю их все. Так, что еще? Что вы скажете о нынешней организации турнира? Ой, мне так понравилась организация турнира, особенно то, как он быстро и без проблем прошел. Все четко, четко. Да, было четенько. И, несмотря на это, мы успели набрать очень много интересных и классных интервью. Это тоже как-то, в общем, показатель хорошей организации. Еще вопрос хочу задать. Что вы скажете о игре Overwatch, которую я буду покупать, скорее всего, после этого турнира? Ты же собирался погулять с друзьями. Не, ну, погулять я собрался, но Overwatch тоже хочу. Так что вы скажете? Я скажу, что игра дорогая. Вот, слишком дорогая, конечно. Но классная, очень зрелищная. Поэтому будешь играть, будешь фаниться, приходи еще постримить на Good Game. Возможно, найдешь своего зрителя. Обязательно приду. Матюкаться нельзя. А я вообще не матюкаюсь. Может, вы хотите кому-то передать привет? Да, я хочу передать привет своей кошке Бесси. Привет дочке Ире, Майкеру, который мне вот так показывает. Вот, ну и всем-всем-всем привет. Я вас люблю, скучаю в Белгороде. Спасибо, с вами был магистр Йода. Мы брали интервью. Ну, а на последок хочу передать привет. Потому что хочу передать привет своим родным, маме, папе, которые смотрели все мои Open Cup и волнуются, переживают за меня. Все нормально. Привет, мам. Привет, пап. Хочу передать друзьям привет, которые тоже меня смотрят. Наверное, смотрят. Ну, вряд ли, но говорят, что смотрят. Потом хочу передать дяде привет. А вообще всей-все-все моей семье. Даже моя тетя, которая живет в Италии, она все равно наговорила, что будут смотреть. Поэтому привет. Спасибо, здорово.